Чем занимается электрик-высоковольтник в рабочие дни с окладом, если нанимает самозанятого? Ответьте, пожалуйста. Уважаемая Людмила и те дачники, которые эти 35 вопросов составляли, вы читали невнимательно. У нас, конечно, есть в штатном расписании электрик-высоковольтник, но вместо него работает самозанятый. Значит, в чем разница? Самозанятый работает по гражданскому правовому договору, СНТ экономит на налогах. Порядка за год 70 тысяч. А если его нанимать по трудовой книжке, мы и налоги, и соцстрах, и даже технику безопасности, и аттестация рабочего места. У нас вместо электрико-высоковольтного расписания по договору самозанятый. Объяснил почему. Правильно, экономия. Вот, допустим, мы сэкономили деньги на нем, купили прожектора-фонарики, доплатили ему еще чуть-чуть. Он эти прожектора поставил по краям улиц прошлой осенью. Достаточно хорошую сумму потратили на те же фонари. Я докупал провода. Откуда, с каких статей сметы брать? Нет у нас электрики по трудовой книжке, по трудовому договору, который подпадал бы по трудовому изгнательству. У нас есть гражданское правовое отношение с самозанятым. Нам это очень выгодно, СНТ. Экономия, если вы читали отчет ревизионной комиссии, смотрели исполнение сметы, у нас очень большая получилась экономия по зарплате. И не только по электрику. Ну, там у нас на больничном была бухгалтер месяца три в году. И прочие были нюансы, что позволило нам к концу года остаться с деньгами. Продолжение следует...